коллеги сегодня мы разберем очень актуальную тему узнаем о сервисных функциях агента поймем на что делать ставку для максимальной комиссии узнаем как отстраиваться от конкурентов для получения максимального дохода и поймем какой сервис давать клиентам чтобы они выбрали именно вас также сегодня мы узнаем какие навыки нужно развивать агенту чтобы оставаться лучшим в своем деле с удовольствием хочу представить наших уважаемых гостей это максим левченко бизнес тренер победитель конкурса лучший спикер конгресса в номинации народное голосование и также с нами евгений коноплев это риэлтор лауреат премии эксперта рынка недвижимости в номинации лучший агент на коричневом рынке жилья уважаемые участники вебинара сегодня у вас есть отличная возможность задать свои вопросы чате нашим экспертам получить от них обратную связь чат для вопросов уже создан и традиционно перед тем как мы начнем наше мероприятие хочу всех пригласить на ключевое событие рынка недвижимости это сочинский всероссийский жилищный конгресс пройдет с 15 по 19 апреля в самом лучшем деловом и культурном центре россии это парк науки и искусство sirius на самом деле это один из лучших если сказать что лучших конгресс на выставочных комплексов нашей страны был построен к сочинской олимпиаде невероятный масштаб здания современное техническое оснащение и простота навигации возможности sirius а позволяют сочинскому конгрессу впервые в его истории принять свыше десяти тысяч участников со всех регионов россии поэтому у нас ожидается очень большая деловая программа это свыше 350 мероприятий и огромная b2b выставка на 300 экспонентов коллеги давайте посмотрим небольшой видеоролик о сочинской о сочинском конгрессе и начнем наш вебинар и а и и и и и Субтитры создавал DimaTorzok Итак, перейти к первому вступлению. Хочу сказать, что у всех зрителей сегодняшнего мероприятия действует скидка на участие в Конгрессе в размере 50% на участие по пакету номер 6. Чтобы воспользоваться этим предложением, нужно сегодня до 15.30 по Москве выбрать данный эксклюзив на странице вебинара на сайте webcongress.ru. Подробная инструкция сейчас появится в чате вебинара. Ну что ж, коллеги, тем временем мы давайте начнем наш вебинар. Он сегодня будет состоять из двух тематических частей, каждую из которых проведет один из наших гостей. Первым выступит Максим Левченко и далее мы послушаем Евгения Коноплева. Поэтому с удовольствием передам слово Максиму. Максим, прошу вас подключаться. Сергей, приветствую. Меня слышно видно? Да, отлично слышно, отлично видно. Хорошо. Отлично. Так, тогда я забираю на себя права на демонстрацию экрана. Давайте сейчас включу. Коллеги, здесь в Telegram есть такая особенность, что когда я включаю слайды, я, к сожалению, не вижу ничего. То есть я вижу только свои слайды, я не вижу ни себя, ни, соответственно, ни ваши вопросы. Но на телефоне мне открыт чат. Поэтому напишите, пожалуйста, прямо в чатике. Или, Сергей, давайте вас прошу, вы можете мне сказать, чтобы техническими постами. Презентация видна? Презентация видна, да, да, все хорошо. Ну, все, отлично. Тогда, коллеги, тем не менее, прошу вас в комментариях писать, писать свои вопросы, писать. Можете написать, с какого вы города нас вот здесь, насколько я вижу, больше 50 человек смотрят. Супер. Это замечательно. Можете, давайте познакомиться, напишите, из какого города. Дальше можете задавать туда вопросы свои, потому что наш сегодня общий вебинар рассчитан, как я понимаю, часа на два, из которых у каждого спикера будет по часу. Я, наверное, где-то минут 30-40 буду выступать и потом с удовольствием отвечу на все ваши вопросы. Так. Ну, а я тогда буду начинать. Давайте познакомимся с теми, кто меня ни разу не видел, не был ни на каких моих выступлениях до этого. Я надеюсь, что здесь есть какая-то новая аудитория для меня. Меня зовут Максим Левченко. Я спикер, тренер, автор книги «Продавец недвижимости», бывший риэлтор в сфере недвижимости. Более 10 лет с февраля 2013 года я пришел в агентство, когда был стажером, проводил сделки. Первые три с половиной года работал исключительно как агент. После этого начал расти в карьерной лестнице и был руководителем отдела продаж. Дошел, в общем, до генерального директора. За 8 лет корпоративного пути и с 2020 года ушел с компании и начал заниматься обучением, тренировством, консалтингом. Пробовал с Игорем Маном в консалтинге-девелоперах. После этого стал обучать самостоятельно агентство и застройщик. На данный момент больше 8 тысяч человек обучил как на каких-то мастер-классах, вебинарах, так и на живых тренингах и на собственном курсе. Действительно, вот в этом году удостоился очень большой чести получить премию «Лучший спикер». Еще также в этом году получил кубок российской гильдии риэлторов по тренерскому искусству. Это коротко обо мне. А мы, собственно говоря, с вами сегодня поговорим о том, как остроиться от конкурентов. Я скажу 5 своих мыслей на эту тему и постараюсь подробно их разобрать. Я надеюсь, что эта тема будет вам актуальна, потому что в целом у меня всегда была задача, как у человека, работающего в разных отраслях, стараться сделать так, чтобы не конкурировать с большинством. Потому что вообще отстроиться от конкуренции полной невозможно. То есть нельзя сказать, что все, я вот один на рынке, да, как бы вот есть все, а я вот один. Нет. Можно просто выйти из общей конкурентной массы, потому что… И вот это самая важная задача, потому что ты перестаешь делать лишние действия, ты перестаешь постоянно стрессовать из-за того, что у тебя там кто-то отбирает клиентов, тебе нужно постоянно быть на чеку и так далее. И вот, поэтому, по сути, основная задача – это выделиться из общей конкурентной массы и, соответственно, вот, ну, найти какой-то, там, найти какой-то инструмент для себя. Вот, собственно говоря, первый вопрос, который я бы хотел обсудить с вами, да, есть ли вообще конкуренция? Есть ли вообще конкуренция на риэлторском рынке? А я как человек, который на этом рынке с 2020 года работаю в разных, так скажем, структурах, в разных ролях, я вижу следующее. Сейчас, коллеги, можете быть со мной не согласны, но я, как бы, этой мыслью поделюсь. Мысль в том, что, с одной стороны, конкуренция, конечно же, есть, потому что в каждом городе есть очень много агентов, да, то есть вот я приезжаю с тренингами в города, у меня в списке есть 41 город, которым я был в живом формате и проводил живые тренинги. И все говорят, что, да, конкуренции много, риэлторов много, там, в среднем, не знаю, в условном городе на 500 тысяч человек всегда есть, там, не знаю, ну, 500, 600, иногда больше агентов и, там, 200, 250, 300 компаний, вот, ну, то есть там с разными пропорциями, конечно же. При этом, когда собственники размещают объекты недвижимости, куча человек начинает их обзванивать, там, десятки риэлторов, от нескольких до нескольких десятков риэлторов звонят собственникам. Покупатели, да, сразу работают с несколькими агентами, соответственно, агенты тоже конкурируют не только за собственника, но и покупателя. И общее такое видение, общее впечатление, что клиентов на всех не хватает. Если ты работаешь в общей риэлторской массе, так скажем, то, в хорошем смысле этого слова, чтобы это не звучало как-то, то, конечно же, кажется, что клиентов мало, и если делать одно и то же, если делать то же, что делают все остальные, то, конечно же, конкуренция, ну, как бы, кажется очень дикой. Но при этом, друзья, с другой стороны, отрасль агентств риэлторского бизнеса очень архаична. Это не только. У нас, кстати, в России она еще достаточно такая передовая в некотором смысле, да, то есть там западные страны некоторые, то есть вообще она прям очень сильно устаревшая по технологиям, я имею в виду. И в России, на мой взгляд, она тоже архаична, она не развивается так активно, как там условный, там, не знаю, маркетинг, да, маркетинговая отрасль там. И, соответственно, большинство агентов используют старые методы, как продвижения, так и продаж. Вот если сейчас взять и опросить любое количество агентов по недвижимости и спросить, как вы привлекаете клиентов, то в среднем по больнице, так скажем, да, мы увидим следующее. Это холодные звонки, это рекомендации, это расклейка, это там знакомые, друзья, теплый круг, так называемый, да. Очень небольшая часть, которая работает еще как-то активно в социальных сетях, ну, как бы, а дальше за пределы этого, этой пятерки вообще в целом очень сложно кого-то найти. Вот, поэтому следующая проблема – это уровень компетенции. Уровень компетенции большинства агентов, я сейчас не говорю про всех, и, скорее всего, я в малой только доле говорю про тех, кто находится там здесь с нами, потому что если вы находитесь здесь, то, скорее всего, вы ищете ответ на свои вопросы, учитесь, и к вам вопросов как бы меньше. Я это говорю не в том плане, чтобы сказать, что вы классные, потому что, чтобы вы на меня не злились, а на самом деле, то есть, там, как бы, те, кто ходят на обучение, ну, очевидно, у них есть запрос на развитие. Но если вы пообщаетесь с коллегами, я думаю, что вы общаетесь с коллегами, вы знаете, что, как бы, ну, так скажем, уровень, да, компетенции оставляет желать лучшего, особенно если учитывать размер комиссионного вознаграждения, который берется. Вот, коллеги, основная претензия клиентов, вот у меня телеграм-канал, да, потом ссылку оставлю, ну, или, может, подписаться на него, у меня периодически в канал приходят там сами собственники, покупатели и так далее, и периодически нам прилетает там в комментариях, что там уровень компетенции невысокий, да, там находя, натыкаемся на там некачественных специалистов. Почему? Ну, потому что так и есть, да, так и есть. То есть, если взять общую массу агентов, да, то уровень компетенции не супервысокий. Вот, и на что стоит обратить внимание, что любой новый игрок, который делает хотя бы, хотя бы на 10% больше, лучше, быстрее, качественнее, сервиснее, он занимает свою нишу и становится заметным. Вот когда вы смотрите, как там условный Олег Торбусов, да, за там несколько лет занимает просто лидирующие позиции на рынке, то мы видим, почему это происходит, потому что он сервиснее, потому что он лучше, потому что он там качественнее делает каждый отдельный процесс. Поэтому, друзья, конкуренция количественная есть, качественной конкуренции нет. На мой взгляд, это так. То есть, не знаю уж там про разную, если можно так сказать, или только про риэлторскую, но на мой взгляд, конкуренция только количественная, но некачественная. И давайте поговорим о тех инструментах, то есть как бы, да, без такого большого количества вводных каких-то там тезисов сразу поговорим про инструменты. Вот первый инструмент, который, как мне кажется, архиважный и, возможно, кто-то из вас им пользуется, да, это территориальная специализация. Ну, на мой взгляд, это самый лучший способ быстро выйти на рынок, быстро выйти на стабильный доход, занять какую-то свою нишу, да, и получить экспертность. Вот я могу сказать, что я работал агентом, и первые там, условно, полгода, может быть, и год у меня была, не было фокуса и была задача набрать там разные, разные объекции в портфеле, там, работать с разными покупателями, да, под запрос клиентский. А потом я перестроился, понял, как работать эффективнее и социации затачиваются на территориальной специализации, взял конкретную локацию. Локацию – это там микрорайон, состоящий из там 40-50 домов и очень хорошо продающийся. Вот если у кого-то есть задача взять какую-то территорию, да, то она должна подходить под следующие требования. Это плотная застройка, то есть там должно быть много домов, там должно быть много людей. При этом в этой локации должен сосредоточиться покупательский спрос. То есть люди должны хотеть там жить. И должно быть большое количество объектов в работе. Казалось бы, достаточно примитивные вещи, но если вы смотрите на некоторые застройки, вы видите, что там много что есть, но не всегда там много что-то продается, да, и поэтому вы можете там работать на какой-то локации, где у вас просто, ну, объекты будут всегда в недостатке. Вот. А при том, что внутри такой локации, можно выбрать свой сегмент. Я, например, не особо когда-то любил работать с трехкомнатными квартирами или с большими еще более объектами, еще большими объектами. То есть у меня всегда был портфель, там, условно, на 60-70% состоящий из двухкомнатных квартир, на, там, 20-30% состоящий из двухкомнатных квартир. Понятно, что все меняется, все, как бы, происходит, ну, как бы, все течет, все изменяется, и когда-то трешки становятся очень востребованным товаром, но, как бы, у меня там свое видение по этому поводу. Поэтому, на мой взгляд, прошу прощения, коллега, на мой взгляд, территориальная специализация – это очень классный способ отстройки от конкурентов, потому что вы не боретесь за какой-то непонятный большой жирный кусок, вы говорите себе, что я хочу стать самым лучшим экспертом, который продает однокомнатные и двухкомнатные квартиры в кирпичных домах на этой улице, условно, ну, там, на вот этом пересечении улиц, на вот этом квадрате внутри карты. И поэтому хочу сказать, что, ну, на мой взгляд, территориальная специализация помогает как новичкам быстро влиться в работу, да, так и опытным, которые растеряли свой, знаете, как вот бывает, опытные специалисты работают, работают, начинают работать только на рекомендациях, а потом понимают, что количество рекомендаций, которые они получают, их не удовлетворяют, им нужно снова возвращаться в такую, ну, так называемую неприятную холодную работу, да, активными действиями идти на рынок. И, как бы, территориальная специализация тоже в этом плане помогает и работает. Дальше. Следующая история, следующий инструмент – это отстройка через позиционирование. Что такое в целом позиционирование? Позиционирование – это как и личный бренд, да, мне понравилась такая фраза очень крутая про личный бренд. Личный бренд – это то, что ты говоришь другим говорить о тебе. Ну, по сути, позиционирование – это тоже в некотором смысле то, что ты говоришь другим говорить о тебе. Это когда я понимаю, что вот есть рынок риэлторов, они все вот какие-то там с какими-то задачами справляются. Я хочу отстроиться от этого рынка, выбрать какой-то конкретный тип клиента, выбрать решение каких-то конкретных задач для того, чтобы в этом рынке получать свою экспертность. И все знали, что я вот про это, да, я самый лучший риэлтор вот в этом конкретном участке. Вот вообще что такое отстройка? Это когда я хочу стать самым топовым риэлтором или там специалистом, ничего бы то ни было, в какой-то конкретной узкой нише, да, где я быстро смогу стать лучше, чем другие. Что это может быть за примеры? Вот у меня, например, там базу проходила Ольга из Сочи. Она работает со сложными сделками. Тут не то, что примеры Сочи, потому что я много в Сочи работаю, просто так уж вышло. Вот, она работает со сложными сделками, там доли, материнские сертификаты, какие-то там люди, которые не живут в этом городе, продают там удаленно и так далее. Вот, и все знают, да, условно, там ее клиенты, что вот если у тебя там сложная сделка, да, ты заплатишь больше, но как бы тебе точно помог. Там, условно, у меня есть там Алена из Екатеринбурга, это риэлтор, налоговый консультант. И у нее есть четкое позиционирование, да, по каким вопросам она может помочь и по каким вопросам лучше всего обращаться к ней. То есть так и работает позиционирование. Люди говорят, что если у тебя вопрос, связанный с налогами, и тебе нужен еще и риэлтор, лучше обращаться к ней, да. Соответственно, следующая история. Есть рынки, это относится к Краснодарскому краю, да, там все, что связано там с Сочи, Краснодар, Анапа и так далее. Есть там участки, так скажем, сложные, да, не прям супер прозрачные и понятные для клиентов. И там одно из там крутых позиционирований у некоторых риэлторов – это про там так называемую там честность, прозрачность, да, там чистоту сделок и так далее. Кто-то работает вот в этом ключе, почему бы и нет. Есть риэлторы, которые работают только с инвесторами. И условно, я работаю только с клиентами, которые хотят заработать условные 10, 15, 20 процентов годовых, да, ну там возьмем сейчас абсолютно понятные приемлемые цифры. Есть риэлторы, которые работают с молодыми семьями. То есть, что такое позиционирование? Это когда я не боюсь потерять эфемерную долю большого рынка, да, для того, чтобы взять конкретную долю, конкретные ниши. Почему люди боятся уходить в позиционирование? Как территориальное, так и по клиентам. Почему люди боятся? А потому что люди боятся, они думают, что они потеряют рынок. Они думают, что вот на этом огромном рынке я сейчас быстро найду себе клиентов, я сейчас быстро возьму себе какую-то нишу. А если я буду специализировать по какому-то узкому участку, по узкому сегменту, то я как будто бы не смогу там нишу найти. Что является, конечно же, абсолютным заблуждением и непониманием того, как работает маркетинг. Потому что как работает маркетинг? У меня есть конкретный запрос. Мой запрос, как правило, какой-то ситуативный, узкий. И я буду искать специалиста, который работает с каким-то моим узким запросом. И то же самое у каждого клиента. Если какой-то запрос, они будут искать. Соответственно, я понимаю, что терапевт зарабатывает гораздо меньше, чем хирург, делающий операцию на клапан сердца. Почему? Потому что хирург делает операцию на каком-то конкретном узком участке, и он 10 тысяч операций делал только условно вот таких. Ну, я сейчас понимаю, что там супер улучшенный пример. А условный терапевт, он может там все посмотреть от макушки до пяток. И понятно, что человек, который про все и обо всем, он всегда будет меньше зарабатывать, чем человек, который работает с узкой, но востребованной нищей. Поэтому, друзья, по поводу позиционирования инструмента отстройки, да, это наподумать. Это наподумать каждому из вас, с кем вы работаете, как вы работаете. Ну, вот условно, давайте возьмем мой пример, чтобы было понимание, что я тоже пользуюсь этими инструментами. Я тренер по продажам, но я не обучаю, условно, например, автосалоны. Ну, опять же, не зарекайте там, пока не обучаю. Я не обучаю каких-то там, не знаю, медицину, да. Я работаю только с агентствами недвижимости. При том, что если взять агентство недвижимости, я не работаю со всеми агентствами недвижимости. Я работаю, у меня есть четкое, да, понимание, что в корпоративном секторе я работаю только с компаниями, которые входят в топ-20 в своем городе. Там по нескольким причинам так это бы произошло, да. То есть я не работаю, например, с компанией, которая там 5 человек агентства недвижимости. Хотя можно было бы взяться, например, но мне неинтересно, и поэтому у меня там нет такой задачи, бежать работать со всеми. У меня есть четкое понимание моего клиента. И то же самое, когда касается индивидуальной работы с агентами, тоже есть понимание, с кем я работаю и с кем я не работаю. Очень четкое понимание, с кем я не работаю. Вот иногда понимать, с кем ты не работаешь, может быть, даже полезнее, потому что хвататься за все подряд – это растрачивает свое время, ресурс, растрачивает себя. Окей. Дальше. Отстройка через создание бренда. Ну, если говорить про агентов, то создание личного бренда – это история, которая очень сильно мне помогает всегда. Я думаю, что если сейчас не стараться быть сильно скромным, то я скажу, что за неполные три года, за два с чем-то года работы исключительно в тренерском бизнесе, ну, конечно, я тренинги веду уже давно в рамках компании, в рамках небольшой поддеятельности, но когда я вышел на рынок, сказал, все, я тренер, который не работает больше в компании, да, вот я там работаю только в этом ключе, я за этот период небольшой, да, за счет работы очень мощным и отличным брендом вышел на те результаты, на которыми там люди работают иногда десятилетиями, иногда там 10, иногда больше лет. Почему? Потому что я понял, что для того, чтобы быть восстанавливаемым специалистом, очень важно сделать так, чтобы обо мне было больше, обо мне знало как можно больше людей, да, и вот условно, чем больше людей будут узнавать о вас, тем больше клиентов будет у вас в портфеле, как покупателей, так и продавцов. Поэтому что нужно делать? Нужно быть условно из всех утюгов, чтобы вы играли из всех утюгов, то есть у вас были социальные сети, например, я для себя определил, что я очень активно качаю Telegram, меня сегодня, кстати, пробили мы 10 тысяч подписчиков Telegram, я начинаю качать YouTube, я сейчас все ролики на YouTube снимаю с отдельным продакшеном, с отдельной командой и так далее. Instagram, да, запрещенный в России, тоже качаюсь, соответственно, я понимаю, что меня там 10 тысяч смотрят, там 10 тысяч смотрят, там, да, там на YouTube пока всего лишь 2 тысячи, но тем не менее, вот, и как бы таким образом меня рынок начинает узнавать. Дальше, публичные выступления. Вот когда я был агентом, одной из классных способов завоевать аудиторию, сделать так, чтобы люди обо мне узнали и продавать, стали публичные выступления. Я выступал на всяких городских форумах, на всяких городских мероприятиях, закрытые корпоративные выступления вел, именно презентации каких-то жилых комплексов и так далее, пластичных программ, и это помогает сблизиться с аудиторией, это помогает очень классно узнаваемость. Собственно говоря, как и тренер, я сейчас много выступаю, и, ну, то есть это в том числе помогает. Дальше, выступления на местном радио, ТВ, написание статей, это все очень и очень важно. Вот тут у меня есть там друг из Екатеринбурга, например, Никита Славяковский, он очень много для СМИ работает, у него не такое прям большое агентство, но его очень хорошо знают как личный бренд, как руководителя, многие обращаются именно поэтому, да, потому что он там пишет статьи для крупнейших журналов, для крупнейших каких-то издательств, да, там, для СМИ, выступает где-то на телевизоре. Это несложно. Это, как правило, еще и недорого. Очень важно просто быть интересным. Не писать статьи на неинтересные темы, которые вас продают, а писать на такие темы, у которых, по которым есть запрос у, там, средств массовой информации, там, у радио и так далее. И я честно скажу, что если вот у кого-то из вас была бы задача построить сильный, локальный личный бренд, вы бы могли ее решить за, там, полгода-год активной работы. Не так, что я там, ну, как бы, если мне позвонят, я там дам комментарий. Нет. А если я сегодня сажусь, делаю стратегию, в какие СМИ я выхожу, где я рассказываю о себе, как я буду активничать, там, в социальных сетях и так далее, набираю себе, там, команду в том числе, да, вкладываю в это деньги и время. Вот такими темпами за полгода-год можно стать, ну, чуть ли не самым узнаваемым риэлтором в вашем городе, да, ну, или, там, в вашей, там, какой-то локации, как минимум. Вот. Ну, тут вопрос, вот, было бы желание, да, друзья, то есть, как бы, как это сделать? Не проблема. Проблема в том, чтобы убедить себя это сделать. Это не всем нужно. Не все готовы. Можно сделать все, что угодно. Не все готовы заплатить ту цену, которая требуется для того, чтобы это сделать. А цена какая? Это ваше время, это ваши компетенции, которые должны прокачиваться о том, как продвигать личный бренд, как вести в социальные сети, разобраться в Телеграме, разобраться, как писать продающие заголовки, разобраться, как вести себя на публике, да, чтобы ваше выступление было привлекательным и так далее. То есть, это все можно сделать. Вопрос, нужно ли и, как бы, хотите ли вы этого делать. Окей. Двигаемся дальше. Тоже отстраиваться, тоже отстраиваться можно по инструментам продаж, да. И, как я уже сказал в самом начале, что рынок риелторский, он достаточно архаичный, и большинство риелторов пользуются плюс-минус одинаковыми инструментами. Почему это происходит, тоже очень понятно. Агенты приходят, точнее, стажеры приходят в компании, их обучают достаточно скромному пулу инструментов, потому что просто они больше не смогут использовать. А дальше, когда эти люди уже привыкают к тому, чтобы использовать эти инструменты, нейронные связи обрастаются, да, укрепляются, и очень сложно добавить себе что-то еще. Но, тем не менее, если есть задача получить больше клиентов, если есть задача сделать так, чтобы вы отстраивали, зарабатывали больше, что очень важно для создания, да, ценности для своего клиента, да, для того, чтобы создавать результат, использовать какие-то другие инструменты продаж. Что это могут быть за инструменты? Ну, те же самые аукционные продажи. Я не специалист по аукционам, я знаю, что этот инструмент работает, я ему не обучаю, потому что у меня там статистический, субъективный взгляд на аукционы, тем не менее, я знаю, что это работает. Вот, поэтому пользуются этим, ну, то есть прям микропроценты какие-то, да, от общего количества агентов. Дальше, навыки кунстейджинга, да, то есть, опять же, зайдите на Авито, зайдите на ЦИАН, а посмотрите, как вообще упакованы объекты, и вы поймете, что это огромная зона роста, да, когда вы можете прийти к собственнику и сказать, смотрите, я вот из вот этого могу сделать вот это, вот такую конфетку из вот этого. И за счет того, за счет чего? За счет того, что у меня есть навыки кунстейджинга, я понимаю, как сфотографировать комнату, я понимаю, как сфотографировать и как обустроить там небольшую спальню таким образом, чтобы за недорого сделать ее очень дорогой. Ну, собственно говоря, то же самое, что касается всей упаковки, да, это там написание продающих текстов, создание продающих видеообзоров, то есть, опять же, как много агентов пользуются видеообзорами? Ну, крайне мало, ну, то есть, если вы посмотрите, опять же, да, какое количество объявлений с видео, ну, очень маленькое. Опять же, если у вас классно выстроена система партнерских продаж, ваши объекты иногда могут даже не доходить до открытой рекламы. Я знаю таких риелторов, у которых настолько крутая система партнерских продаж, что у них там через внутренний рынок все продается и не доходит до рекламы. Соответственно, какое-то классное УТП, когда ты точно можешь сказать, что я беру объект, да, там, делаю презентацию внутри своего риелторского сообщества, и там объекты уходят очень быстро. Технология продающего показа, потому что одна из, там, основных проблем, да, в том, что, ну, агенты не умеют классно показывать, вкусно продавать объекты, собственники тоже делать не умеют. Те, кто умеют продавать, они, соответственно, получают основные сливки. Вот, собственно говоря, ничего сложного, но, как бы, это очень важно для себя определить, ну, то есть, прикинуть, вот, каким образом я мог бы отстроиться от конкурентов через инструменты, что не делает большинство моих коллег. Ну, и, как бы, последняя история, это такая очень тоже интересная. Да, друзья, смотрите, я сейчас уже буду заканчивать. Вот, возможно, я там чуть раньше, потому что темп у меня достаточно высокий, вот, но я с удовольствием хочу поотвечать на ваши вопросы, поэтому, если у вас вопросы есть, мы можем это поступить в двух форматах. Первое – это вы можете оставить вопросы в чате. Второе – вы можете, вы сможете поднять руку в самом Telegram, и мы с удовольствием поотвечаем на вопросы, если у нас будет время, если Сергей скажет, что мы можем это сделать. Вот, окей, ну, и, собственно говоря, через еще одна, еще один способ отстроиться от конкурентов через решение проблем отрасли. Смотрите, очень классный вопрос. Мне этим вопросом со мной поделился Роман Тарасенко, мостолог, я не знаю, может, кто-то его знает. Он задал на своем выступлении классный вопрос. Что раздражает клиентов в вашей отрасли больше всего? И это очень классный вопрос, потому что не надо иногда делать что-то, не знаю, суперкруто, важно делать очень, важно сделать очень хорошо то, что другие делают очень плохо. Я не знаю, понял ли я это? Понятно мысль объяснил, да, друзья? То есть смотрите еще раз. Вот если весь рынок говорит, что, например, агенты выступают с низкой компетенцией, они не умеют, например, инвестиционные схемы просчитывать, да, они не умеют, опять же, огромная проблема заключается в том, что агенты ничего вообще не… Евгений классный вопрос задал, прямо это с намеком. Да, сейчас отвечу на него. Вот. То есть агенты большое количество сделок с клиентов пропускают. То есть спросите любые классифайды, и они вам скажут, как много, соответственно, как много звонков пропускается. Это просто колоссальное, несметное вообще количество. У меня, если захотите, в Telegram зайдете, чуть пролистнете. Я там звонил недавно одному риелтору по объекту. Просто посмотрите, как меня отработает, да, как вот сконвертирует меня. Соответственно, происходит следующая история. Я звоню, звонок занял 50 секунд, и я как покупатель позвонил по объекту за, там, трехкомнатная квартира в Москве 15 миллионов. Это ужасно, как меня отработали. Ну, то есть мне не задали вопросы, меня не сконвертировали на показ, меня не взяли контакты и так далее. То есть о чем я говорю? О том, что необязательно делать что-то сверхъестественное, если можно сделать круто то, что все остальные делают очень плохо. Соответственно, вот как бы такая история. Опять же, все знают Олега Торбусова, и очень классный пример его, когда он пришел и просто начал делать классный маркетинг. Он делал, он, потому что маркетинг в основе своей очень плохой. Он начал классно перенимать, отрабатывать звонки, да, то есть он как бы пошел через решение базовых проблем отрасли. Ну, вот, на мой взгляд, это тоже очень такая классная история. Вот, поэтому, друзья, я сейчас оставлю свои контакты. Это ссылка на мой Телеграм-канал, это ссылка на мой Ютуб-канал. Если вы захотите, можете подписаться. И, соответственно, я сейчас отвечу на ваши вопросы. И с удовольствием, если у вас они есть, можете поднимать кнопку, а я отвечу на вопрос Евгения, который меня спрашивает, может ли учить риелторов, как работает тот, кто сам не делает сделки. Ну, собственно говоря, этот вопрос, потому что Евгений сам делает сделки, а я сам делки не сделаю, и поэтому Евгений этот вопрос задает. Вот, поэтому отвечаю Евгению вам на… Кстати, Евгений, это спикер следующий, который вопрос задает интересный, еще и выступает. Евгений, отвечаю, может, почему? Потому что, да, потому что есть люди, которые делали сделки и понимают, как это работает, первое. Второе. Вопрос, чему конкретно обучать, это второе. Третье, потому что, если мы возьмем тренеров футбольных, то, например, они не играют в футбол на данный момент сами, но при этом обучают команды. Вот, наверное, вряд ли можно было бы сказать, что-то проделала плохой тренер, несмотря на то, что он сам сейчас не играет. Вот, поэтому, на мой взгляд, вопрос такой интересный, с подковыркой, но не актуальный. Окей, друзья, я с удовольствием отвечу на остальные вопросы, если они есть. Так, Жанна не совсем понял, для начала договорился с застройщиками о комиссии. Олег Торбусов для начала договорился с застройщиками о комиссии. Ну, понятно, а как по-другому продавать объекты? Это, да, очевидно. Друзья, давайте поступим следующим образом. Если у кого-то есть вопрос, пожалуйста, нажмите кнопку «Поднять руку», потому что здесь у нас уже есть следующий спикер, который, я думаю, что с удовольствием бы начал уже выступать и рассказал бы, как делать сделки тем, кто и так делает сделки. Вот, а я с удовольствием поотвечаю на ваши вопросы. Так, Сергей, вы включаетесь? Да, 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 я здесь с вами. Коллеги, ну, если у вас вопросы, возможно, они появятся позже, я тогда, Максим, вас попрошу буквально несколько минут еще остаться в чате, если вопросы появятся. Да, 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 то ответить на них. Да, коллеги, ну, тогда пока мы ждем ваши вопросы, еще пару объявлений сделаю и перейдем к нашему следующему спикеру. Можно сказать, да, что если кто-то хочет задать вопросы, можно нажать кнопку «Поднять руку», мы вас увидим и включим вас, потому что, может быть… Да, либо такой вариант, либо, собственно говоря, сразу в чате можете задать эти вопросы, вот, и мы на них попробуем, постараемся оперативно ответить. Коллеги, в свою очередь я хочу напомнить, что для всех зрителей вебинара действует скидка в размере 50% на участие в Конгрессе по пакету номер 6, о том, как ее получить, вы можете получить информацию в чате. И еще одно очень важное объявление. У нас в рамках Сочинского Конгресса состоятся четырехдневные высшие брокерские курсы. Это действительно эксклюзивное предложение, новый формат. Курсы пройдут с 16 по 19 апреля на площадке Сочинского Конгресса. Поэтому, собственно говоря, это такое мероприятие в мероприятии, да, и вы не только получите системные знания, приобретете навыки по выбранному направлению, но и погрузитесь, конечно, в незабываемую атмосферу Конгресса. И вот как раз-таки наши уважаемые гости, Максим Леченко, Евгений Коноплев, будут проводить курс, он будет называться «Риелторский маркетинг. От переговоров до сделки». И все, кто сейчас нас смотрит, может получить скидку в размере 5% на участие в этих курсах. А то, как это сделать, опять же, есть информация в чате. Коллеги, ну что ж, Евгений уже с нами, поэтому будем переходить к его выступлению. Прошу вас, Евгений. Да, я тогда, коллеги, спрощаюсь с вами. Если вопросы будут, то можно уже в личном режиме их задавать. Евгений, вам удачное, успешного выступления. Максим, большое спасибо. Всем добрый день, коллеги. Я надеюсь, видно и слышно меня хорошо, да? Видно и слышно прекрасно, да. Супер. Презентация у меня уже подгрузилась, да? Именно так. Во-первых, хочу сказать спасибо предыдущему спикеру и прошу не обижаться на мой вопрос. Это на самом деле такой дружеский троллинг. Всегда риэлторы практики любят потроллить бизнес-тренеров, которые, в общем, не было цели задеть ни разу. У меня есть целый набор бизнес-тренеров, которые сознательно подчеркивают, что не проводят сделки сами. И я считаю, что такая ниша более чем имеет право на существование. И больше того, я все удивляюсь, что же никогда нам, риэлторам, практикам, которые не могут похвалиться опытом обучения, бизнес-тренингам, да? Вот давайте сразу признаюсь, что я не являюсь профессиональным бизнес-тренером, а я знаю, что это особая специальная профессия, которой надо учиться и навыки, которым надо учиться. Поэтому я совершенно не было цели никак задеть, а цель была дружески потроллить. Я готов к обратному троллингу с вопросами типа «А может ли позиционировать себя как бизнес-тренер риэлтор-практик, который никогда на бизнес-тренера не учился?» И, наверное, скажу, что, в общем, это будет сложный вопрос навстречу. Но, коллеги, это все было такое немножечко лирика для того, чтобы вы могли подстроиться под мой тембр голоса, под мой тембр речи, под мою громкость, чтобы мы могли убедиться, что связь идет нормально. Сергей, я сейчас смотрю на свою презентацию, у меня просьба еще раз подтвердить, что вот все это время, пока я говорил, у нас не было ни сбоев, качество связи нормальное, что все хорошо. Евгений, все отлично, презентация видно, слышно, все без сбоя. Супер, супер. Тогда начинаю свое выступление, и на первых секундах своего выступления я хочу выразить восторг Международному жилищному конгрессу, Всероссийскому жилищному конгрессу. Потому что атмосфера, которую вы видите сейчас у меня за спиной, это переговорная московского нотариуса. Полчаса назад я закончил здесь делать очень сложную сделку. По идее, я должен был бежать в один из трех каворкингов и садиться там в переговорную и организовывать вот этот эфир. Но в кабинете у нотариуса я увидел грамоту, на которой было написано Всероссийский жилищный конгресс. И я сказал, Оксана Александровна, а это известный московский нотариус, Оксана Александровна Карпова, кажется, вот беда риэлторов, я все время, все время мы забываем фамилии, да? Мне сейчас будет стыдно, и я должен буду... Вот, вот они, вот они. Максим, вот Максим Левченко может мне просто в ответ вот за это сказать, зато я не забываю имена тех, с кем я имею дела, да? Потому что у риэлторов просто беда. Мы реально очень трудно удерживать в голове имена всех своих контрагентов. Простите, я просто должен заплатить этот респект. Все, тысячу извинений. Главное, я обещал ссылку на этот эфир нотариусу Кузнецовой Оксане Александровне, у которой в кабинете висит диплом Всероссийского жилищного конгресса. И когда мы с ней разговаривали, я спросил, а вы тоже активный участник? А как же, я пять раз там выступала. Я регулярный участник, регулярный спикер, регулярный докладчик. Говорю, слушайте, а я тоже. А вот сейчас бегу в каворкинг. И мне предложили, зачем вам бежать в какие-то каворкинги? Вот вам наши переговорные, садитесь, устраивайте вебинар. В общем, это была минутка такого респекта. И действительно редко в Москве встретишь высокопрофессионального нотариуса, а мы тут проводили очень сложную сделку. В общем, Сергей, я надеюсь, что мне такая вот минутка рекламы будет простительной, потому что я действительно в восторге от того, что встретил еще одного суперпрофессионального нотариуса. Подчеркну, это Кузнецова Оксана Александровна. Я здесь буду часто делать сделки. А во-вторых, именно благодаря Всероссийскому жилищному конгрессу мы вдруг на раз стали своими. Свой-свой. Ты выступал, я выступал. Все, Евгений, вот ключи от переговорки на два часа на ваши. Так вот, просто не мог не поделиться таким восторгом. Сергей, согласись, что эта реклама вполне оправданная. И вот теперь я перехожу к своему докладу, который подготовил для сегодняшнего семинара. Я помню, что сегодняшний семинар называется «Сервисная функция агента как способ повышения стоимости агента». Но я сегодня, наверное, про сервисные функции буду говорить в минимальной степени. Насколько я слышал доклад Максима, он как раз этому много внимания уделял. А я сегодня хочу поговорить о ключевом навыке риэлтора. И, собственно, интриги никакой не будет. Вся эта интрига снимается простым наименованием моего доклада. Посмотрите, как он называется. Я когда написал «наше дело-», ну там сразу у людей ассоциации пошли. Чтобы вам правильные ассоциации, а вот не те, которые возникают от слова «наше дело». Ну, коллеги, если бы у нас был живой семинар, я бы спросил, какие ассоциации возникают. Я думаю, все бы сказали про реминисценции, как напоминает, что «наша миссия – комиссия», вот эта вот шутка, фраза, над которой все смеются. Или там «наше дело – табак», да, тоже известная фраза. Нет, «наше дело – цена». Так я назвал сегодняшний свой разговор, который будет идти у нас с вами следующие, думаю, минут, наверное, 30. Я посвящу докладной части, а потом мне очень хотелось бы открыть чат нашего сегодняшнего мероприятия и прочитать там кучу интересных вопросов. Я не буду отвлекаться на чат по ходу своего доклада, но потом очень хочется услышать жесткие и в лоб, что называется, вопросы от практика, от практиков в практику именно на тему, на которой я буду получиться разговаривать. Давайте, чтобы у нас более правильные ассоциации, более правильные метафоры в голове были, да, настрою вас на такую тему. Все ли знают, откуда вот эта цитата? У меня даже интонация стоит в голове, с которой он откричит. Он вас всех продаст, купит и снова продаст, но уже дороже. Вот на мой взгляд, когда спрашивают, а, собственно, а зачем нужен риэлтор? А в чем ценность риэлтора? А в чем ценность риэлтора? А почему одного человека можно назвать риэлтором, а другого можно назвать просто специалистом по сопровождению сделок? Вот сегодня я буду разговаривать, собственно, как вы и видели по заголовку, да, что, на мой взгляд, основная суть работы риэлтора описывается вот этой, пусть и смешной, пусть и с грузом других ассоциаций, да, но очень известной крылатой цитатой. Крылатой фразой. Если вы не знаете, откуда эта цитата, извините, я не буду закрывать вам гештальт и подсказывать, прогуглите сами, вам будет весело. Но я думаю, любой россиянин, кто проходил школьный курс литературы, прекрасно знает, откуда это. Так вот, риэлтор должен уметь купить, а потом это же самое продать снова, но уже дороже. И у каждого риэлтора с большим стажем был опыт. И у каждого риэлтора есть поговорка в кармане, что, э-э-э, я это буду покупать так, чтобы потом мне еще это продавать, чтобы мне не стыдно было это продавать. Но у нас сегодняшние полчаса не будут вот таким вот разговорным жанром на следующие полчаса, да. Сегодня я постарался сделать доклад, знаете, вот прям как лектор у доски, который пишет строчку за строчкой, и я побегу дальше по очень четко выстроенным слайдам. Поэтому сейчас я возьму немножко другой темп и буду вас убеждать, почему, на мой взгляд, главная функция риэлтора – это все-таки работать с ценой. Коллеги, сейчас переключу слайд. И на следующем слайде, после слова «сейчас», вот, а как оно сейчас, да, о чем сегодня разговаривают риэлторы, какие тренды отмечают риэлторы, о каких новостях рынка говорят риэлторы, вообще в чем сегодня состоит работа, чему риэлторы учатся, что они прогнозируют, кто нас там вытеснит, не вытеснит, кто отменит нашу профессию, кто не отменит нашу профессию. В общем, вот вспоминайте, что мы сейчас профессиональные, хорошо задействованные, высоко востребованные риэлторы, что мы сейчас ощущаем как нерв дня, как просто вот то, чем мы с утра до вечера сегодня занимаемся. Когда спрашивают, а вот риэлтор, а во-первых, куда идет профессия, а во-вторых, а чем таким ты занимаешься, чем ты прям гордишься, что ты сегодня хорошо умеешь, и почему мы должны тебя нанять, почему без тебя мы не справимся и не сделаем это сами. Не знаю, согласитесь вы со мной или поспорите, но мне кажется, в среде профессиональных, высокотехнологичных, востребованных, активных, погруженных в работу риэлторов, сейчас самыми модными темами, наверное, можно назвать вот такие. AI – это Artificial Intelligence, искусственный интеллект. Все говорят о том, что вот уже Узбера искусственный интеллект, вот он сам квартиры оценивает, вот там оценщики автоматом, кнопочку нажал тебе цену квартиры, вот у нас, посчитали, да, вот у нас Цианы и Авито рекомендуют, сколько должна ваша квартира стоить, какой-то глупый искусственный интеллект подсказывает нам, сколько должна стоить наша квартира, спорят в серии «Элтро», да. Ну, то, что IT сегодня… Слушайте, мы с вами разговариваем, я сейчас сижу через точку доступа, через йоту, с ноутбука, со светом, вот если бы меня со стороны сфотографировать, я тут весь обложен техникой. И думаю, что сегодня это уже не повод для ухмылок, а усмешек, да. Я посмотрел, у Максима тоже стоял профессиональный свет, и у любого, кто сегодня пишет какое-нибудь видео, в общем, если раньше похвалиться, что у меня там свет, это было «Ой, ты девочка-блогер», да, а сейчас у любого нормального спикера стоит как минимум одна лампочка, которая подсвечивает, чтобы вашим спикерам, чтобы вашим зрителям было комфортно видеть вас хорошо освещенным. Ну, в общем, вот это вот IT, оно сегодня вокруг нас везде. Это меня на свет заклинило, ну, любое устройство ваше возьмите, вплоть до электронных часов, которыми даже рассчитываться можно. И это IT очень сильно интегрируется в жизнь риэлтора. Ну, просто оцените. Слушайте, я просто проанонсирую, 19-го, 20-го числа я буду выступать на Нижегородском, на конгрессе в Нижнем Новгороде, который проводит Нижегородская гильдия сертифицированных риэлторов, НГСР. Вот 20-го числа у меня там выступление на тему соотношения офлайн и онлайн активности в жизни риэлтора. То есть сколько сегодня современный риэлтор работает в IT, а сколько он работает вживую, разговаривая ртом, в телефон, да, в том числе, и общаясь глаза в глаза со своими клиентами. В общем, IT – это сегодня прям горячая тема, да. Ну, чат GPT – это уж я и говорить не буду. Это вот как, ну, вот бывает что-то прям в самых трендах разговорных. Дальше. Ну, если вам все это кажется какой-то болтовней модной, да, ну, скажите, ну, электронная регистрация – это то, что мы с вами сегодня с утра до вечера обсуждаем, да, как это все выглядит, что такое цифровая подпись, как подать сделку, цепочку, чтобы она одновременно зарегистрировалась, идти с этим всем на дом клик или на метр квадратный, а может пойти воспользоваться новободным сервисом от САНа на Сайн-Ми построенном, да. Ну, вот эти разговоры, они в профессиональной среде с утра до вечера муссируются. Ну, и, конечно, если риэлтор хочет подчеркнуть, что он все-таки риэлтор, что он не просто нажиматель на кнопочки, а реально там продавец квартиры, то еще очень модная тема – я найду на вашу квартиру покупателя. Никто, кроме меня, не умеет лучше это делать. Я сейчас немножко троллю нас всех, да. Ну, хорошо, что хотя бы эта тема есть, что мы не забываем, что мы риэлторы, что хотя бы это добавлено в перечень модных разговорных трендов сегодня, да, как риэлтор ищет покупателя. По сути, здесь весь маркетинг, да. Это, как оно происходит сейчас. Вот возьми сейчас современного риэлтора, спроси, чем забита твоя голова, чем ты занимаешься, о чем ты думаешь, о чем ты споришь с коллегами. Скорее всего, без подсказок он вам что-то похожее вот на этот слайд выпишет, если он современный риэлтор. А теперь давайте задумаемся. А вспомните себя, если вы были в этой профессии 15 лет назад. Я пришел в профессию 10 лет назад, но и то захватил отзвуки вот этого состояния. 15 лет назад, сегодня 23 год. 15 лет назад – это сколько? 2008 год. Ой, жуть какая. Хорошо, давайте 2007 год, когда еще никакого кризиса не случилось, никакого кризиса 2008 года, ипотечного кризиса. Давайте 16 лет назад, в 2007-2008 году активный, востребованный, крутой, респектабельный, опытный, матерый риэлтор, разговаривая со своими коллегами, обсуждая какие-то кейсы, как что организовать, как что сделать, как чего-то добиться, разговаривая с клиентом, чем он гордится в общении со своим клиентом, что он будет делать такого, чего не умеет делать клиент. Вот если… Сейчас на следующем слайде, вот видите, здесь написано «сейчас» и вот предмет профессиональной гордости, вот это все, что пониже написано на слайде, да, AI, IT, чат GPT и всякие домклики, М2-цианы. Перенеситесь на 16 лет назад и под словом 15 лет назад, в 2007 году, попробуйте записать модные разговорные темы востребованного риэлтора, что было тогда модно, в тренде, круто, профессионально, клиент сам не умеет, можем только мы. Коллеги, а как было у вас, а какой опыт, а как тут подскажете, в переговорках там обсуждается, да, в OpenSpace. На мой взгляд, насколько я помню, еще лет 15 назад никаких аккредитивов еще в помине не было, Сбербанк это еще не придумал, никаких домкликов в помине не было. А чем гордились риэлторы 15 лет назад? Я соберу вам правильный комплект справок, я организую вам относ пакета в Росреестр через специальных регистраторов, сдам все пакетом, я вам правильно объясню, как заходить в ячейки, у кого в руках должен находиться пакет с деньгами, в какой момент мы обменяем расписки на ключи, сколько стоит пересчет валюты в одном банке и в другом, в каком он стоит 0,3%, а в каком он стоит 0,1%, а потом мы все научились брать клиентов на обналичку этих денег перед тем, как в ячейку с ними идти, тогда мы сэкономим на пересчете денег. Все московские опытные риэлторы сейчас понимают, о чем я говорю и улыбаются, да, потому что, как сказать, атовизмы вот этого вот всего 15-летней давности, они у нас еще присутствуют. Я сегодня в ячейку заходил и объяснял людям, как скотчем заматывать неразрывный пакет, чтобы, не дай бог, раз в миллион лет не вскрыли содержимое ячейки. Надо ее описать и надо подпись на сшивке поставить, чтобы видно было, что пакет не разорван. Ужас! Посмотрите, прошло 15 лет и мы вместо гордости, что мы умеем заходить в депозитарии и закладывать деньги в ячейки, сейчас мы очень сильно гордимся тем, что мы можем осесть в любой переговорке, настроить свет, звук, интернет, доступ и в прямом эфире с картинкой, с трансляцией, презентацией выйти для того, чтобы в рамках онлайн-конгресса поговорить на многотысячную аудиторию. И это все еще останется в записи со всеми, извините, фокапами в виде временного разрыва связи. Через 15 это все будет работать бесшовно и мы даже не будем задумываться о том, а как это вообще было, подключать точку доступа, выходить в эфир, связаться с организаторами, судорожно перезаходить в трансляцию телеграмма. Не будет этого всего ни через 15 лет, ни тем более через 3, потому что вот сейчас это как раз передовая, а передовая иногда дает сбои. Но давайте вернемся к теме беседы. В общем, посмотрите, какой огромный эволюционный путь мы проделали между вот этим вот и вот этим вот. Тем, как мы гордились умением организовать пересчет денег и написать расписки и тем, как мы сейчас гордимся тем, что мы, продвинутые, востребованные, активные риэлторы, лучше всех знаем, чем отличается организация сделки в домклике, в квадратном метре и в циане, что такое электронная регистрация и чем нам может быть полезен чат GPT. А теперь давайте представим, что, во-первых, время сейчас ускоряется и нам не надо заглядывать на лет 15 вперед. Мы можем заглянуть лет на 10, на самом деле, я думаю, что это будет уже лет через 7-8. Но тем не менее. А давайте подумаем, а как оно будет через 10 лет? А что, в чем будет главный навык профессионального риэлтора через 10 лет? Если сейчас он гордится тем, что он знает все про электронную регистрацию, умеет искать покупателя. Ну, в общем, мне кажется, я уже третий раз повторяюсь. Посмотрите, какой скачок произошел за последние 15 лет. А куда произойдет этот скачок через 10 лет? И какие навыки останутся у риэлтора? И останется ли вообще риэлтор? И вот если вы не забыли, что мой доклад сегодня называется «Наше дело. Цена», я считаю, что через 10 лет то, что происходит с нами, с отраслью и с рынком сейчас, наконец-то, как золото от примесей, как горную руду от шлаков, отсеет все эти необходимые знания, умение писать расписки, умение организовывать сделки на сервисах электронной регистрации. Расскажи это все американским риэлторам, которые работают по классике. Они сначала удивятся, потом покрутят пальцем у виска и вообще скажут, если я такое буду делать, меня вообще посудят. Мне лицензии не позволено это делать. Так вот, у американских риэлторов главный навык риэлтор, главный навык тех, кто вообще придумал профессию риэлтор, это умение работать с ценой. И этот навык никуда не уйдет, никакой искусственный интеллект его на себя не возьмет и никакой чат-джи-пяти на себя этот навык не возьмет. И, наконец-то, и мы сами риэлторы поймем, что главный наш навык, за который нам платят люди, за который нам платят наши клиенты, это не умение правильно зайти в депозитарий, это не умение правильно организовать дистанционный аккредитив Сбербанка. А я сегодня такое впервые в жизни организовывал. Спасибо попутно отделению, подразделению Сбера, занимающимся аккредитивами, что очень помогли и очень выручили и действительно спасли сделку, найдя такой способ. И у меня сегодня был первый опыт открытия дистанционного аккредитива в Сбербанке. покупатель был в Тольятти, а сделку мы делали в Москве. Все прошло отлично. Так вот, у нас такой соблазн, видите, у меня даже соблазн начать этим гордиться. На самом деле все это такое второстепенное по сравнению с тем, что мы смогли в рамках этой сделки выгодно продать сначала квартиру, а потом выгодно купить другую квартиру. Это намного важнее, чем умение организовать дистанционный аккредитив Сбербанка. И вот следующие слайдов 15, я сейчас ускорюсь и постараюсь побыстрее этот навык вам обосновать. И обосновывать я его буду на своем самом любимом примере. Все, кто видел мои выступления и, кстати, на другом вебинаре ВЖК, был ровно такой же пример. Этот пример мой любимый, что встречаются на рынке. Для московского рынка это очень типовая ситуация. Это цена неплохой московской однушки. Стоит она где-то 9-10 миллионов рублей. И вот этот типовой кейс я всегда люблю разбирать на всех своих семинарах и со всеми своими слушателями. Что давайте представим модельную ситуацию, что у нас с вами на рынке встречается продавец однокомнатной квартиры. Может быть в регионах это будет трехкомнатная квартира. Неважно. Есть объект, есть его собственник продавец. Этот собственник продавец говорит, я за свой объект хочу 10 миллионов. то есть он счастлив при 10, но согласится на 9. А напротив него к его объекту приходит покупатель и говорит наоборот, вот я очень хочу купить за 9, но понимаю, что наверное придется выложить 10. И вот встретились эти две бесконечности, хочу за 10, но готов за 9, или хочу купить за 9, но готов отдать 10. Этот кейс распадется на три типовых кейса. Это вот общий кейс. А теперь давайте посмотрим, как этот кейс будет выглядеть в разных случаях реализации. Сейчас вы поймете о чем речь. Кейс первый. Вот то самое продаю за 10, но готов за 9, или покупаю за 9, но готов купить за 10. Представьте, что в этом кейсе продавцом будет риэлтор, профессиональный риэлтор продает эту квартиру, выставленную на рынок, а покупателем пришел сам себе риэлтор. Если вы впервые слышите этот термин, это профессиональная мулька всех риэлторов, называть покупателей без риэлтора словом СССР, сам себе риэлтор. Так вот, пришел такой СССР общаться с профессиональным продавцом риэлтором. Профессиональный продавец риэлтор ставит себе целью продать эту квартиру за 10 миллионов рублей. Его и наняли для того, чтобы он продал за 10, а не за 9. Напротив него неопытный, потому что он не занимается этим профессионально, сам себе риэлтор. Попробуйте спрогнозировать результат, как говорится. Следующий кейс. У нас теперь продает. И вот тут я хочу отметить, посмотрите, это я написал продает СССР, а если вы откроете, например, ЦИАН, то там будет написано продавец собственник. Никакого СССР там не будет. Продавец собственник. А можно на секундочку спросить ЦИАНа, а когда приходит покупатель без риэлтора, он как называется? Вот продавец можно обозначить как собственник, объявление от собственника. А как нам маркировать звонок, когда звонит не риэлтор, а когда звонит этот самый СССР? Поэтому в профессиональном мире, когда говорят СССР, чаще всего использовать для покупателя. На самом деле и продавца тоже так называют. Просто хотелось попутно коллеги предложить вам задуматься. Когда мы говорим сам себе риэлтор, мы чаще всего подразумеваем покупателя или продавца. ЦИАН, например, вообще считает, что это норма продавать самостоятельно объявление от собственника. А можно тогда ЦИАНа попросить как-то и покупателей самостоятельных тоже маркировать? Было бы интересно. Ты тоже поднимаешь трубку, а там тебе сразу говорят, вам звонит риэлтор или вам звонит самостоятельный покупатель. Чего бы так не сделать? Было бы жить весело. В общем, это такой профессиональный троллинг. Давайте едем дальше. Итак, моделируем кейс. Продает объект сам себе риэлтор, собственник, а приходит к нему покупать профессиональный риэлтор. Мы помним ситуацию. Он продает за 10, но готов за 9, а покупатель хотел бы купить за 9, но готов потратить 10. Попробуйте, спрогнозируйте исход. И третий кейс. Я называю его как по идее надо бы. Я называю этот кейс как надо, как должно быть, как было бы хорошо, когда и продавец риэлтор, и звонит ему профессиональный участник рынка, профессиональный покупатель, профессиональный риэлтор. И вот теперь в зависимости от того, кто и как будет, у кого будет больше профессионализма, вот от этого и зависит, приземлится ли сделка где-то строго на 9,5, если они оба равнопрофессиональны, или она приземлится где-то на 9,2, или она приземлится где-то на 9,8. Обдумайте этот кейс сами, если вы начинающий риэлтор. Вот запишите, приземлились на 9,2, кто был более профессионален, какой риэлтор был более профессионален, или приземлились на 9,8, какой риэлтор был более профессионален. Чей? Продавца или покупателя? Обратите внимание, мы с вами последние минут 5 ни слова не говорили. Ни про ячейки, ни про аккредитивы, ни про соглашение о взаиморасчетах, ни про ипотеки, ни про опеки, ни про БТИ, ни про хоумстейджинги. А про это все мы сейчас дальше упомянем. Но вы заметили, что последние минут 5 мы говорили исключительно о цене и профессионализм риэлтора. Я же доказываю кейс, что главный навык риэлтора это умение работать с ценой. Он вас всех продаст, купит и снова продаст, но дороже. Вот об этом я. Давайте вернемся к нашим кейсам. Вот этот кейс под названием «Как надо» я на самом деле назвал бы не как надо, а не патриотично назвал бы как в Америке, где согласно разным исследованиям проникновение риэлторской услуги составляет 92-95%. Здесь мы на секундочку возьмем заметочку, поставим звездочку и скажем, ну как же так, Евгений, ведь нам же Сбербанк на каждой конференции говорит, что на самом деле в 90-х процентах сделок присутствует риэлтор. У нас же, как в Америке, у нас же тоже проникновение риэлторской услуги 90%. Как да никак, вот так да не так. У нас потому что, спросите тот же Сбербанк, что в процессе, в конце сделки, на сделке между продавцом и покупателем в 90-х процентах случаев оказывается риэлтор. А давайте на входе посмотрим, когда был продавец и был покупатель. В каком количестве случаев было вот так, когда как надо, когда и у продавца, и у покупателя было по своему риэлтору. И когда я говорю, что как в Америке проникновение услуги 92-95%, это не как в России. Там тоже 90% в сделках Сбербанка, но эти риэлторы появляются иногда только на стадию сопровождения. А в каком количестве случаев риэлтор одной стороны начинает выступать за риэлтора обоих сторон? В Америке, между прочим, нужно специально уведомлять другую сторону, что, извините, я вообще-то работаю в интересах вот того парня, но если хотите, я войду в сделку и буду представлять еще и ваши интересы тоже. Это вообще уникальный кейс, требующий особых оговорок в рамках профессиональной этики. Поэтому, простите, я со Сбербанком не соглашусь, что у нас проникновение услуги 90%. Вот когда у нас объявление о продаже будет в 90 из 100 случаев от риэлторов выставляться, и когда 90% звонящих будут не СССРы, сам себе риэлторы, а будут звонить и говорить, коллега, я коллега, давайте поразговариваем. Когда и там, и там будет по 90%, вот тогда я соглашусь со статистикой, что у нас проникновение риэлторской услуги 90%. Так вот, по идее, как надо бы, как в Америке. Так вот, мы, по сути, мы сейчас подходим к разговору о том, помните, я говорил, а будет все-таки 9 или 10 в конце. На чем они договорятся-то, этот риэлтор, в каждом из кейсов? И, по сути, мы последние минут 7 разговариваем о том, вот как только мы кейс ввели и сказали, что есть один, который хотел бы за 10, а другой, который хотел бы за 9. По сути, у нас возникает то, что я со всеми своими клиентами оговариваю как ценовой коридор. Все мои клиенты, которые посмотрят это видео, улыбнутся, потому что я это так называю, ценовой коридор. Но я тут смотрю, короткое отступление, я тут смотрю один развивающий семинар, очень полезный по книге исхода про еврейские священные тексты. Так вот, там в этом семинаре участвуют два очень мудрых, ортодоксальных иудея, и из уст одного из них прозвучало, что если даже я использую твою идею, сказал один еврей другому, один иудей другому, то я обязан сослаться на тебя. Так требует закон, что если я не сошлюсь, когда использую чью-то идею, считается, что я своровал эту идею. Я не хочу воровать ничьих идей, поэтому, когда я говорю про ценовой коридор, я хочу сослаться и заплатить респект Артуру Аганесяну. Он одно время был просто-таки представителем на наш регион, на европейский, на наш континент. Он был представителем НАРПР, National Association of Realtors, Национальной Риэлторской Ассоциации США, НАРПРским представителем. И Артур Аганесян всегда, по сути, весь мой сегодняшний доклад, это во многом вариация на тему того, что я услышал от Артур Аганесяна в его докладах. И он как раз тоже подводил к тому, что вся ценность услуги риэлторской – это то, что мы работаем в рамках интервала ценовой неопределенности. То есть вот этот ценовой коридор – это просто людям понятнее, да? Людям понятнее, когда ты говоришь «ценовой коридор», клиентам так понятнее. Но на самом деле правильно было бы говорить не ценовой коридор, а интервал ценовой неопределенности. И если вы запомните эту фразу, я хочу, чтобы вы также запомнили, что эту фразу на российский рынок принес Артур Аганесян. Это он убеждает нас мыслить в таких категориях. И я на 100% с ним согласен. Так вот, все-таки в этом ценовом коридоре будет 9 или 10. И вот это все, что мы с вами разбирали, да? Я просто хочу немножко пояснить, что этот кейс, который мы разбирали, это такой сферический конь в вакууме. Это идеальная картина будущего, да, в том числе. Когда у каждого продавца есть свой риэлтор, у каждого покупателя есть свой риэлтор, они встретились и в этом ценовом коридоре от 9 до 10, они старательно двигают эту планку, измеряя, у кого больше профессионализма. Никто лучше знает, как аккредитив организовать. Это через 10 лет все эти IT, AI и чат GPT будут вам сами делать. Вы им просто словами скажете, надо так-то и так-то. А вот где мы остановимся на цене сделки между 9 и 10, вот это вот как раз будет предмет риэлторского мастерства и риэлторского умения. И в этом суть риэлторской работы. Наше дело, цена, называется мой сегодняшний доклад. Так вот, это в этом кейсе нарисована идеальная картинка будущего. Картина будущего идеальная, сферический конь в вакууме. Но в жизни это все не идеально. В жизни это все каждый кейс уникален, каждый кейс неповторим. Так экспертиза риэлтора и складывается из того, что во-первых каждый кейс неповторим, и опытный риэлтор проходит через сотни таких неповторимых кейсов. Экспертиза риэлтора рождается из того, что у него большой опыт проведения сделки. И хотя каждый кейс уникален, но у риэлтора огромный набор таких уникальных кейсов, через которые он прошел своими руками. У меня вот сегодня к ним прибавился еще один кейс с открытием дистанционным аккредитива. Но при всем при этом, и я на следующем слайде подойду, что вся эта экспертиза нужна нам только для одной цели. Так вот, давайте поговорим, откуда эта экспертиза берется. Во-первых, риэлтор делает много сделок. Он сам через эти кейсы, каждый из которых уникальный неповторим, он сам проходит через них десятки раз. Это во-первых. Во-вторых, его опыт мультиплицируется за счет того, что он работает или в агентстве, или в каворкинге, или если он индивидуальный риэлтор, он сидит в каких-то профессиональных чатах, спорит с утра до вечера с коллегами, как здесь, как там, как вот это сделать. Он знает не только свои кейсы, но уникальный кейс риэлторов-коллег. И на основе этого аккумулированного знания, он уже может, он понимает тренды, он понимает законы, он понимает правила рынка и умеет прогнозировать, в том числе поведение контрагентов. С кем, о чем можно договориться, а с кем, о чем нельзя договориться. И здесь я имею в виду не только банки, с которыми можно договориться. Вот по такой доверенности аккредитив откроешь или нет, уважаемый банк, и банк скажет нет, и тебе придется организовывать дистанционный аккредитив. Нас опять всех потянет сейчас говорить в технические вещи. Но когда я говорю умение прогнозировать поведение контрагентов, я все-таки имею в виду умение прогнозировать их реакцию на ценовые переговоры. Я все-таки имею в виду умение прогнозировать, где, докуда и как, с кем можно договориться. И знание пределов системы я имею в виду именно в этом ключе, когда вот внизу в тезисах написано, что экспертиза риэлтора рождается из знания, в кавычках, пределов системы. Кого, о чем можно уговаривать, с кем, о чем можно договариваться, где чего можно желать, а где надо покупать, не торгуясь, чтобы не упустить интересный вариант. Об этом я буду говорить на следующих слайдах. Так вот, экспертиза риэлтора вся заточена. Вот это вот все нам нужно лишь для одной единственной цели, чтобы научиться работать с ценой. Чтобы, как на втором слайде было, он вас всех продаст, потом купит, а потом заново продаст, но дороже. Вот умение выгодно покупать, имеющееся из доступного. Есть у меня 10 квартир, я выбираю из них самую лучшую для моего клиента, а потом там уторговываемся, насколько можно, добиваемся лучшей цены. Это умение риэлтора. И умение продавать дорого. Это умение риэлтора. Так вот, прежде чем я сейчас на следующих слайдах перейду непосредственно к навыкам, да. Да, я сегодня буду говорить о профессиональных секретах. Чуть-чуть, но буду. О том, как же это дорого продавать и как же это выгодно покупать. Что для этого делает профессиональный риэлтор. Но сначала я хочу немножечко поговорить, опять же, кидая камешек в огород и дом клика, и цена, которым, я не знаю, я надеюсь, передадут им этот эфир. Я надеюсь, посмотрят они потом записи этого эфира. И я надеюсь, руководители агентств тоже посмотрят записи этого эфира. И вместе подумают, что если мы постоянно говорим, что риэлтор – это тот, кто умеет дороже продавать и выгоднее покупать, то есть, почему мы никогда не говорим, насколько этот риэлтор умеет дороже покупать и насколько этот риэлтор умеет, простите, да, спикера забрало, насколько этот риэлтор умеет выгоднее покупать и насколько этот риэлтор умеет дороже продавать. То есть, если с риэлтором выгоднее и продавать дороже, и покупать дешевле, То насколько выгоднее, спрашиваю я, человек с первым образованием по математике, почему мы все об этом говорим только в относительных значениях? Почему я нигде не слышу? Я мало слышу людей, которые говорят на эту тему. Кто-нибудь этот х вычислял, насколько х процентов выгоднее, насколько риэлтор Василий, не будем называть ее Евгением, насколько риэлтор Василий, риэлтор Василиса возьмет квартиру Петра, встанет рядом же и продаст, вернее Петр попробовал и не продал за 10. Пришла Василиса, пришел Василий и продал какую-то там единичка, запятая ноль икс, да, ну как вычисляются проценты? Почему при всей своей бигдате, которой гордится Сбербанк, почему при всей своей бигдате, которой гордится Сиан, я не понимаю, что им мешает просто взять и сравнить? Вот самостоятельные продавцы, вот подобные метражи, они продают за такую-то среднюю стоимость, а вот продажи, которые случаются, когда в сделке изначально есть профессиональный риэлтор, когда продает объявление изначально выставлено от собственника. В чем проблема? Две кнопочки нажать, две базы сравнить и сказать, что профессиональный риэлтор умеет продавать дороже на столько-то процентов. А вот на сколько на столько-то? Уважаемые слушатели, а вот вы подумали, а этот икс, оно чему равно? И опять же, почему нам важно вычислить этот икс? Помните, на два слайда раньше говорил, если у кого-то идею взял, обязательно сошлись, потому что по законам иудеев, не сошлешься, считается, что идею своровал. Я эту идею не сам придумал. Родион Савдогаров, Максиму Левченко, большой привет. Привет. Родион Савдогаров – один из уважаемых бизнес-тренеров, у которых я с самого начала учился и продолжаю учиться, слежу за каждым выступлением. Он никогда не провел ни одной сделки, этим гордится. Максиму Левченко еще раз привет и дружеский троллинг. Так Родион Савдогаров, от него я услышал эту идею, и он к ней постоянно возвращается. Он только меняет долю на каждом своем выступлении. Ну, видимо, рынок меняется, тренды меняются. Но, тем не менее, Родион Савдогаров говорит, что если вы принесли своему клиенту выгоду в виде какого-то X, в виде какой-то дельты, вы продали дороже. Клиент ощущает, он бы сам за 10 не продал бы, а вы продали за 10 с каким-то хвостиком, с каким-то X. Родион Савдогаров на каждом своем семинаре говорит, что из этого X, из этой дельты, из этого хвостика клиент с удовольствием вам отдаст от 50 до 75. То есть от половины, ну, здесь до трех четвертей, это я так немножко загнул. Родион иногда говорит, что до двух третей. Принесенные выгоды с удовольствием отдает клиент. Так вот, почему мы эту выгоду до сих пор как-то не зафиксировали? Почему мы ее до сих пор не измерили? Почему мы до сих пор не подняли ее на флаге? Ну, можно, конечно, предположить, что мы все боимся, что нас эта выгода измеренная не сильно порадует, да? Что она кажется какой-то совсем несущественной. Но тут я не соглашусь. На мой взгляд, и вся моя десятилетняя уже практика в профессии показывает мне, что вот такую гипотезу рассмотрим. На мой взгляд, этот X равно 4%. Впервые я эту цифру услышал. Не знаю, может быть, многие сейчас, пока я возмущался, почему мы не измеряем, почему мы не измеряем, почему мы не знаем эту цифру. Может быть, многие сотрудники компании Miel, у которых до сих пор, насколько я знаю, этот базовый курс существует, погружение в профессию. И там тоже этот вводный курс от Родиона Савдагарова, кстати. В 2014 году я смотрел его учебное видео. Я не помню, откуда у меня эта цифра 4%, но я помню, что я где-то в Miel ее услышал. Прямо четко, что статистика Miel показывает, что сделки по одинаковым объектам, в одинаковых рыночных условиях, которые проводятся профессиональным экспертом, становятся выгоднее на 4%, в среднем, где-то на 5%, где-то на 3%, но в среднем на 4%. Становятся выгоднее, чем такие же сделки, которые пытается провести человек без опыта. То есть тот самый СССР с низкой частотой сделок, который раз в 7 лет проводит одну сделку, не знающий принципов, не знающий трендов, не знающий того самого предела системы, то есть не обладающий вот этой самой экспертизы. Человек без вот этой экспертизы, без знания вот этого вот всего, и человек, обладающий такой экспертизой, со знанием вот этого вот всего, разница между ними, по данным компании Miel, которую я слышал 10 лет назад, когда учился и входил в профессию, она составляет 4%. И 10 лет моей практики подтверждают эту цифру. Я в профессии 10 лет. В начале 2014 года я сел стажером на табуретку и начал вот эти все знания получать в центральном офисе компании Miel. 10 лет минуло, 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 как там правильное ударение. Я на 100% согласен с этой цифрой. Да, иногда приношу пользу процентов на 6, иногда приношу пользу процентов на 2, но это разные кейсы. Там попробую еще ту сделку сделать, где ты 2% принес. Но если все усреднить, то мне кажется, что профессиональный риэлтор... Поспорьте со мной, если я не прав. Поспорьте со мной, если вы считаете, что это цифра 5%, 6%. Поспорьте. И, уважаемые директора агентства, добейтесь вы хотя бы закрытого исследования от ЦИАНа или от Домклика, или сам Домклик, скажите. Я не вижу никакой угрозы в этой цифре. Если завтра Домклик и вместе с ними там Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, если все они скажут, ребята, с риэлтором действительно выгоднее на 4%, так ведь банки же первыми от этого выиграют. Ведь после этого, если клиентам донести эту мысль, больше людей будут изначально нанимать риэлтора, в том числе и на поиск. И у банков тот же самый KPI, ключевой показатель эффективности, который состоит в конверсии одобрений в выдачу. То есть клиенту сказали, мы вам дадим 10 миллионов кредита. И клиент взял 10 миллионов кредита. Знаете, какая сейчас эта конверсия? По моим, возможно, уже устаревшим данным, где-то порядка 20% в лучшем случае. То есть у банков 100 человек берет одобрение на ипотеку, и только 20 из них забирает ипотеку. И они бьются, чтобы вот этот вот KPI, одобрение в выдаче, возрастал. Так скажите клиентам, опираясь на свою бигдату, что с риэлтором выгоднее на 4%. Вы же сами знаете, что когда изначально покупатель-ипотечник с риэлтором, он больше конвертируется. Что вам трудно измерить и просто доказанными цифрами сказать клиентам, найми риэлтор, это выгодно. Ваши же менеджеры разгрузятся. Ваши же ипотечные менеджеры разгрузятся. Мы сделаем за них всю работу, а потом им еще и премии больше выплатят, потому что KPI возрос. Теперь не 20% конвертируется одобрению в выдаче, а насколько это больше. Я за то, чтобы эта цифра 4% пропагандировалась. Понимаете, вот почему мне хочется, чтобы банки и ЦИАН, например, это измерили. Агентства смогут это тоже поднимать на флаг и говорить, смотрите, внешняя экспертиза это измерила. Это не мы только в миле так говорим на своей статистике, а вот вам на Бигдате хоть дом Клейковской, хоть ЦИАНовской. Хорошая же идея. Давайте поговорим. А, кстати, тут еще нужно оговориться, да? А если, вот почему мы как агентство должны заказать это исследование? Сейчас банки просекут, что с риэлтором выгоднее на 4%. Я просто там, с другой стороны, банк подумает, а что это мы должны своими данными разбрасываться? Банки, захотите себе потом карманное агентство открыть, у вас уже будет понимание, почему. Ну, измерьте хотя бы ради интереса, насколько с нами, профессиональными риэлторами, выгоднее. Ладно, это была черная шутка. Все риэлторы эту страшилку, у нас банки откроют свое агентство и заберут весь рынок, это известная страшилка. Откуда берутся эти 4%? Как опытный риэлтор работает с ценой? Я не претендую на то, что следующие минут 20 я за них изложу вам полную методичку, как продавать дороже и как покупать выгоднее. Но давайте хотя бы там по верхушке айсберга пробежимся. Во-первых, хороший риэлтор должен уметь, тот риэлтор-продавца, который должен уметь дороже продавать, он прежде всего должен понять дороже чего. То есть какая резервная, условно говоря, цена по этой квартире. То есть когда мы определяем ценовой коридор, нам же нужно от и до понять. Так вот часто от, то есть там от 9 до 10, часто у наших продавцов ожидание, что от будет не 9, а хотя бы 9,5. Но все же рекламируют по 9,5. Вот 9,5 и должна быть цена, думает продавец. Профессиональный риэлтор умеет эту нижнюю планку очень хорошо определять, чтобы понимать, где реально самая нижняя цена продажи. Это важно. Важно ценовой коридор определить не только весь, но и с нижней планкой тоже. И для этого, если вы оценку в банк заказываете, ведь ни один профессиональный оценщик берет аналоги по рынку, но он же не начинает с ними созваниваться, торговаться. А профессиональный риэлтор делает именно это. Он делает не только сравнительно маркетинговый анализ. Он еще и очень глубоко изучает конкурентов, потому что понимает, что на фоне этих конкурентов ему надо будет отстраиваться. Ему будут говорить, ну вот твой сосед продается за 9,3, то почему за 9,7? И у него должны быть аргументы, что там документы хуже, там виды и законы не те. Почему я дороже на целых там сколько-то процентов? Ни один СССР об этом не догадывается. Только единицы, нет, ни один, я зря сказал, единицы догадываются, но им риэлтора не нужен. Это те самые уникумы, там процентов 5-7, да, докуда не проникает риэлторская услуга, которые сами это смогут. Но вот это вот, казалось бы, тайное, а на самом деле такое уж несложное знание. Просто у риэлтора он этим занимается каждый день. Он торгуется по покупаемым объектам. Что ему, трудно позвонить лишних 5 раз, поторговаться, когда он цену определяет? Нет, не трудно. Поэтому хороший риэлтор своим клиентам, продавцам говорит не только как оценщик, вот аналоги такие, поэтому ваша средняя цена такая. Ничего подобного. У аналогов средняя цена вот такая, а если их всех прозвонить и с ними поторговаться, то они все уступают настолько-то. Поэтому реально нижняя планка вот такая будет для потенциального покупателя. Но в этом процессе мы изучили глубоко конкурентов, и я считаю, как профессиональный риэлтор, что мы от той нижней планки можем оторваться настолько-то, настолько-то, потому что у нас документы лучше, виды лучше, потому что я профессионален, я объясню нашим покупателям, что мы для них лучше, что наше там наследство – это не так страшно, и не надо бояться слова «наследство». Я от той нижней планки оторвусь. Если нижняя планка 9, я буду стараться продавать за 10. То есть нижняя планка нам нужна и изучение конкурентов для того, чтобы еще и понимать, где верх этого ценового коридора. Дальше, когда мы уже этот ценовой коридор поняли, определили, нам нужно, да, действительно быть хорошими маркетологами. Сегодня, сейчас, не через 10 лет, когда все это будет делать там какой-нибудь чат GPT и какие-нибудь роботы будут сами красиво фотографировать. Я говорю про сейчас. Почему риэлтор сейчас дороже продает? На какие-то там 4% или 5%. Потому что он действительно хорошо понимает в маркетинге. Но в маркетинге не абстрактном каком-то, по которому там Котлер красивые учебники пишет, а в маркетинге – это в выводе на рынок своего объекта. С хорошими фотографиями, если нужно, с видео, с хорошим текстом. Все это сделано для того, чтобы целевая аудитория вот этого объекта, потенциальные покупатели, ни в коем случае не прошли мимо этого объекта. Нужно до всех до них дотянуться. И вот это вот «я найду покупателя на объект» – это чистый маркетинг. Но при этом есть еще и оффлайновая активность. Это тоже в маркетинг входит. Раскладки по ящикам. Вы будете смеяться о расклейке объявлений, которые тоже работают. Технологии открытого дома, когда приглашаются коллеги по американской системе. Это часто в аукционах используется. Но иногда и не только в аукционах. Оффлайн он тоже должен уметь. И работа со страхами покупателя я тоже все-таки отношу к навыкам маркетинга. На самом деле не важно, что куда относить. Просто сейчас пробегаем по вершине айсберга. Что должен уметь, какими навыками должен обладать хороший риелтор-продавец, чтобы продать дороже. Он должен готовиться. Он изучил свой объект, он изучил другие объекты, он знает, за что его будет кусать покупатель. И поэтому у него заранее есть talking points. Talking points. Он знает, как отвечать на претензии покупателя. Все это ему нужно для того, чтобы защитить цену от тех самых самостоятельных покупателей СССРов. Они же тоже любят поторговаться. От коллег-риелторов, от которых будет труднее защищать цену, потому что они опытные торговщики. Помните, я говорил, придет самостоятельный покупатель, где он за 10 купит или за 9, если продает самостоятельный продавец. А в другом случае придет профессиональный риелтор, за сколько он купит, за 9 или за 10, если он профессиональный риелтор и умеет торговаться со своей стороны. Тоже хороший повод подумать. Покупателям, которые приходят без риелторов. И в том числе риелтор-продавца, чтобы дороже продавать, должен уметь защищать цену, в том числе и от собственника. Поэтому мы часто собственников просим удалиться с показов, чтобы что-нибудь не брякнули, цену не уронили. И поэтому в том числе мы еще и работаем с собственником по главному камню преткновения. Как не завысить цену? То есть завышенная цена – это тоже незащищенная цена. И уметь собственнику объяснить, что дорогой за 11 это никогда не продастся, и ты только потеряешь время – это тоже умение защитить ценовой коридор. Казалось бы, это же не дороже продать? Я хочу 11, а он мне говорит за 10. Так ты хоть за 12 продавай. Только ты не продашь ни за 12, ни за 11, ни за 10,5. 10 – это предел по этому кейсу. А вот продам я тебе за 9 900 или за 9 800 – вот это вопрос. Что лучше – продать за 9 900 или не продать за 11? Вот о чем дороже продать. Дороже продать – это не за столько, за сколько хочет продавец. А за столько, за сколько реально. Вот ты бы сам продал за 9, а я продам за 9 с x процентами. Вот о чем дороже продать. Для этого надо уметь защищать цену не только от тех, кто нападает контрагентов, кто торгуется – и коллеги покупателей, но и от самого собственника в том числе. Заметьте, это все была верхушка айсберга. Вот тут вот подводная часть айсберга, которую тоже должен знать каждый риэлтор. Как правильно показать квартиру? Я слушал Максима Левченко, он обо всем этом упоминал. Это действительно очень важные навыки. Хоумстейджинг. Некоторые риэлторы даже подъезды убирают. Респект. Есть такие. Я тоже своим клиентам говорю, перед показом ходим, эти пепельницы убираем. В общем, это все действительно работающие навыки. Есть риэлторы, которые даже уборку прилегающих территорий. В общем, я сейчас не буду, у меня у самого соблазн начать про каждый из тезисов здесь по пять минут разговаривать. Я это все к тому, что мы сейчас пробежались по верхушке айсберга. Маркетинг, подготовка, защита цены. Но при всем при этом подводная часть айсберга, она огромная. И все вот эти наши неодобряемые ипотечники, и все эти покупатели без денег, которые я вас хочу купить, но свое еще на продажу не выставил. И эти сложные альтернативы, и вот это вот etc., etc., etc. Это все должен уметь профессиональный риэлтор. Должен уметь для того, чтобы дорого продавать. О покупателе поговорим чуть-чуть. Вот этот самый риэлтор. Я, кстати, вот здесь хороший момент, чтобы сказать, что я против разделения на риэлторов-продавцов и риэлторов-покупателей. Потому что если вы прошли вот это все, что мы только что обсуждали, то вы автоматически становитесь хорошим риэлтором-покупателем. Риэлтором, помогающим покупателю. Потому что у вас такая насмотренность. И потому что вы столько... Говорят, что где-то треть сделок до сих пор была альтернативная. Но с учетом того, куда сейчас движется экономика, думаю, что больше 50 даже процентов сейчас снова станут альтернативными сделками. То есть мы будем левым полушарием продавать, а правым полушарием покупать. И мы снова будем шизофрениками. Как наши клиенты всегда. А что он такую скидку с нас просит? И тут же, а почему нам такую скидку не дают? Он половинный покупатель, половинный продавец. Так вот, умея продавать, мы тут же начинаем уметь покупать. Мы приблизительно знаем средние цены. Мы понимаем, что сколько должно стоить. В том числе потому, что у нас большой опыт работы на подбор. Мы прозваниваем, прозваниваем, прозваниваем. И мы понимаем, что одинаковый объект с разным набором документов должен стоить разного. На разных этажах должен стоить разного. С опекой, не опекой должен стоить разного. Вот сегодня, лет через 10, уже не будет никаких ни опек, ни ипотек, ни альтернатив. Все это будет делать за нас искусственный интеллект. Мы что-нибудь новое придумаем. Мы все равно будем знать, что сколько должно стоить и какая специфика, насколько должна влиять на цену. Но мы возвращаемся с 10 лет назад сюда. И понимаем, что знание нашей специфики разных кейсов, каждого уникального кейса и, соответственно, дисконта, предполагаемого за каждый кейс, это и есть ценность риэлтора, который помогает сегодня выгоднее купить. В общем, большой опыт работы на подбор помогает ему понять, что сколько должно стоить и каждый уникальный кейс, какой торг предполагает. Дальше. Чего не делает неопытный покупатель, который без риэлтора. Он не умеет погружаться в историю продажи объекта. Опять же, есть уник, у моих процентов 5. Они это умеют не хуже риэлторов. Они сами риэлторы по сути, просто они другими делами занимаются. Они риэлторы по характеру. Остальные 95% покупателей, когда им говоришь, смотрите, за окном зеленые деревья, а на фотографиях снег. Там явно с этим объектом что-то не так. Сейчас прозвоню, пойму, отбрасываем сразу или пойму, что не так и посмотрим, насколько можно поторговаться. Покупатель говорит, ой, а так можно было? Можно было. Хороший риэлтор видит уже по одним фотографиям, где с историей продажи объекта что-то не так. Или с ценовой динамикой, которая остается зарегистрированной в ЦИАНе или в каких-то базах риэлторских. Риэлтор-покупатель умеет обращать внимание не только на то, как сейчас, но и смотреть на какую-то предысторию. Опять же, для того, чтобы выгоднее купить, не просто ради интереса и не только ради безопасности, чего у них там не так, почему они не продаются, а для того, чтобы работать в цену, для того, чтобы выгоднее пытаться это купить. То, что мы сегодня купили, та сделка, которую мы сегодня проводили у нотариуса Кузнецовой Оксаны Александровны, не могу еще раз не выразить благодарность. Сделку, которую мы сегодня здесь проводили, мы купили квартиру, не скажу за сколько, скажу в относительных цифрах. Мы купили ее процентов на 10 выгоднее, чем такая же должна стоить в соседних домах и стоит в соседних домах. Мы купили так на 10% выгоднее, потому что продавцы были в такой жизненной ситуации, в такой жизненной истории. Мы им руки не выкручивали, они бы никому дороже этой цифры не продали. Но покупать это мог только, в общем, неопытные покупатели напугались бы, прошли стороной. Мы были опытные покупатели. В результате этой опытности риэлтора, моей, скажу нескромно, клиенты очень выгодно купили очень хорошую квартиру. В том числе, потому что мы смогли изучить историю продажи, понять их ситуацию, предложить им скидку, на которую они согласились. А у нас и денег не было на большую. Мы просто смогли себе позволить эту при имеющемся бюджете. Мы знали, что сюда можно с таким торгом зайти. И в итоге все радостно договорились. Это была прекрасная сделка. Все вот только, ну, обнялись даже, кажется, когда расходились от нотариуса. В том числе, риэлтор-покупатель умеет выгодно купить, потому что с ним потом обнимаются продавцы, когда расходятся от нотариуса. Потому что этот риэлтор умеет становиться для этих продавцов, этот риэлтор, представляющий покупателя, он умеет становиться для этих продавцов лучшим покупателем. И покупатель благодарен этому риэлтору. Спасибо, что вы нас выбрали, спасибо, что вы нас покупаете. мы уже полгода продать не можем, мы рады вам продать, мы видим, что вы профессиональный риэлтор, вы ведете себя уважительно, вы торгуетесь аккуратно, ладно, мы дадим вам эту скидку. Рассказываю прямо по конкретному кейсу. А иначе нам эту скидку не дали бы, мы бы ушли на другую квартиру. Риэлтор умеет правильно разговаривать с продавцами. Самостоятельный покупатель чаще всего не умеет торговаться. Чтобы уметь торговаться, надо уметь находить общий язык с продавцом квартиры. Надо не нахраписто соколом на него, продай, а то не куплю. Надо уметь договариваться. Профессиональный риэлтор это умеет. Профессиональный риэлтор умеет правильно вести торг. Посмотрите, жирным выделено правильно. Не просто вести торг умеет профессиональный риэлтор, а умеет правильно. Чтобы потом на сделке продавец не сказал, мне руки выкрутили, и вообще не уверен, что я хочу за такую цену продавать. Сказал он, подписывая договор. У профессионального риэлтора в этот момент стало бледное лицо. Это вообще сделка по собственной воле или нет? Так вот, уметь правильно торговаться – это хороший навык риэлтора, работающего с покупателем. Но и при всем при этом каждый профессиональный риэлтор знает предел системы, что по каким-то объектам надо хватать не торгуясь, потому что пока ты тут торговаться будешь, трое других желающих, более профессиональных, чем ты, риэлторов, уже скажут своим клиентам, что тут никакого потенциала торга, соотношение цены и качества прекрасное забираем не торгуясь. То есть каждый же риэлтор знает, когда ваш клиент вам принес в клювике со словами «вот поторгуйтесь вот здесь», вы видите, что вариант прекрасный, вы видите, что цена нижайшая, вы все равно по требованию клиента пытаетесь поторговаться, через день вам сообщают, нас уже нет на рынке. Известная ситуация, для любого стажера известная. Поэтому выгоднее купить – это иногда забрать то, что предлагается по хорошей цене, опередив других, тех, кто пытался торговаться. Надеюсь, тезис понятен. Коллеги, я пробежался по навыкам риэлтора, который работает с продавцом, я пробежался по навыкам риэлтора, который работает с покупателем. К сожалению, время небезразмерное, поэтому я буду завершать свой доклад, оставив несколько минут 15 на вопросы и ответы. Но добавить к этому докладу, который вот так вот я выстроил, мне хочется последних буквально пару слайдов. Эти слайды будут пожеланиями. Это будут пожелания коллегам риэлторам, и это будут пожелания тем, кто вообще не риэлтор, а как потенциальный клиент смотрит этот семинар в записи. Коллегам риэлторам я хочу пожелать следующее. Набирайте скорее практику. И убеждайтесь в результате этой практики, что хороший риэлтор продает квартиру в среднем, повторюсь, иногда на 5, иногда на 3, в среднем на 4. В среднем на 4% выгоднее, чем самостоятельный продавец. Или покупает на 4% выгоднее, чем делает это самостоятельный покупатель. Бонусом к тому, что вы убедитесь в этом, если вы быстро наберете практику, хотя бы несколько сотен сделок и убедитесь вот в этом, если вы прошли этот путь и в этом убедились, то это означает, что вы очень хороший риэлтор. Потому что только хороший риэлтор умеет, да, собственно, нормальный риэлтор, правильный риэлтор, его ценность такая и должна быть. Его ценность в этом, что он умеет хотя бы на 4%. В общем, если вы в этом убедитесь, если вы это шкурой начнете чувствовать, поздравляю вас, вы автоматически сдали экзамен на хорошего риэлтора. Хороший риэлтор умеет дороже продавать и выгоднее покупать. Клиентам, слушателям этого семинара, я желаю встретить, таких на самом деле немного, риэлтора, который я или который будет приносить вам не меньше, чем 4% выгоды. Делать это выгоднее процесс, чем делали бы вы сами. Но он не будет отдавать вам все эти 4%. Еще раз, если бы вы сами продавали, вы бы продали за 10%. Если будет продавать вам ваш риэлтор, он продаст вам, например, за 10-400. Какой-то риэлтор скажет, я заберу из этих 10-400 200. Какой-то риэлтор скажет, что я заберу из этих 10-400 300. Но даже если он заберет 300, вам это на целых 100 выгоднее, чем если бы вы продавали сами. А бонусом вы получите еще незатянутые сроки, сервис, комфорт, знания риэлторам всех систем. И вот тут последний слайд. Я перед тем, как перейти на последний слайд, мы когда сделку завершали, я нотариусу Кузнецовой Оксане Александровне, извините, ну просто вот понравилось мне, как сегодня сделка прошла. Мы с ней сидели у нее в кабинете, она спросила, вебинар будете проводить? Да, вебинар буду проводить. А на какую тему? Я говорю, главный навык риэлтора. Я говорю, как интересно, а какой главный навык риэлтора? Я говорю, Оксана Александровна, а вы угадайте. Она подумала и говорит, ну, наверное, организовать безопасность, сделать все комфортно клиентам, сделать хороший сервис, времени не потерять. Я потевал, согласился, Оксана Александровна, и сказал, все правильные навыки, но самого главного вы не назвали. Это не претензия моя, нотариусы не обязаны это знать. На самом деле мы сами, риэлторы, недорабатываем, что мы всему внешнему миру не умеем донести знания, что главная ценность риэлтора, которую он несет своим клиентам, это выгода. И давайте я последний респект сегодня заплачу, последнее упоминание скажу. Может быть, Ильдар Хусаинов и не сам это придумал, но я это услышал от него. Поэтому опять по еврейским канонам, по евудейским канонам, чтобы не воровать чужое знание, я заплачу респект и дам ссылочку. Это у него в одном из вебинаров я услышал, что а что риэлтор сказал? А риэлтор, это же легко, риэлтор дает выгоду, безопасность, время, сервис. У него это прозвучало так, прям как от зубов отлетает. Вау, я остановил, переслушал и записал себе. Заучивал. Выгода, безопасность, время, сервис. Так вот, если раньше я говорил, что все эти качества идут одновременно, их нельзя ранжировать, что они идут все вместе, через 10 лет все вот эти безопасность, время, сервис окончательно отойдут в прошлое. Их будет делать искусственный интеллект, их будет делать, ну, может, не чат, GPT, а что-нибудь другое, да? Это все возьмут на себя все сервисные системы. Вы будете писать там чату GPT, надо так-то, так-то, так-то. Он вам все решения сам организует, сам все застолбит. А вот выгоду никакой чат GPT не сможет вам договориться. Поэтому из всех этих четырех выгода, безопасность, время, сервис, выгоду надо ставить на первое место. И самим нам, риэлторам, запомнить, что это самое главное, что мы делаем для своих клиентов. А уважаемые клиенты, все остальные навыки профессионального риэлтора, знание систем, умение организовать процессы, безопасность, экономия времени, сервис, я сейчас говорю так полушутливо, это правда очень важно. Но это все лишь хороший бонус к тому, что ваш риэлтор делает вам выгодней. Вот на сколько процентов? Я считаю, что на 4. Но может быть бигдатовцы измерят и скажут, что на 5, и я буду хлопать в ладоши. Вот, что хотелось сказать, завершая сегодняшний доклад. Если кому-то захочется поближе со мной познакомиться, то сделать это проще всего вот так, в Яндексе набрав Евгений Коноплев плюс недвижимость в поисковой строке, ну или записав мой телефон 8903-103-4611. Я в WhatsApp очень быстро откликаюсь на любые запросы, мало ли вам захочется, не знаю, может на семинар меня позвать к своим агентам. Я вообще практикующий риэлтор, но люблю ездить по России и давать такие мастер-классы для практикующих агентов, причем как начинающих, так и опытных. Мне всегда это очень интересно. И не знаю, анонсировал Сергей или нет. Сергей, подключайся, пожалуйста, к нам. Я просто уже прям зарядился, я готовлюсь. Я здесь, да. Я готовлюсь к апрельскому дню на высших брокерских курсах. Отлично. Я очень, да, очень, да. Ну, собственно, я закончился. Вопрос есть, да. Собственно говоря, по этим курсам, коллеги, вот может быть кто-то нас с самого начала не смотрел. Хочу напомнить, что на Сочинском конгрессе у нас состоятся четырехдневные высшие брокерские курсы. Это такое действительно эксклюзивное предложение. Евгений, я бы тебя хотел попросить рассказать, о чем пойдет речь именно на твоем блоке. Напомню, что курсы называются «Риелторский маркетинг о переговорах до сделки». Это будет, по сути, такой однодневный тренинг. Поэтому хотел бы попросить тебя, почему туда стоит идти, имеет смысл, да, и о чем там пойдет речь. Сергей, подстава. Я не готовился. Спасибо за подставу. Сейчас я открою тезисы, которые я тебе скину, по которым я буду готовиться, потому что я внимательно думал, когда слал тебе эти тезисы для высших брокерских курсов. Но пока их ищу, ты знаешь, я с одним очень уважаемым человеком, на который я смотрю как на своего ментора, старшего учителя, ну, в общем, с кем я имею честь иногда общаться. Я рассказал ему про эти брокерские курсы и сказал, что я готовлюсь так, ну, просто у меня было свежо в памяти. Вот на свежем ВЖК Александр Чернокульский дал очень хороший доклад на панели Домклика. Это был действительно очень хороший, очень профессиональный доклад. Для меня Александр Чернокульский, в том числе один из экспертов, за чьим мнением я слежу. Я понимаю, что когда меня позвали на высшие брокерские курсы, там нужен контент топ в уровне. Так вот я своему знакомому мэтру сказал, что я буду готовиться так, как будто в зале будет сидеть 100 Александров Чернокульских. Все вот эти бла-бла про IT, про чат GPT, это все и так всем известно. А я, например, защищал диссертацию по методам работы с информацией в современном обществе. Компрессия информации, эффективная коммуникация. Я сейчас книжку дописываю по эффективным коммуникациям. Я знаю, что этот навык бесценен для риэлторов. Как правильно коммуницировать? Это будет одна из тем. Так, сейчас, сейчас, сейчас. Вот, я тебе скинул. Упаковка и распаковка современного риэлтора. Вот 6 часов, как ты мне сказал, мы будем его сначала распаковывать, разбирать на винтики. Эти винтики смазывать и обратно собирать. Давай прочитаю. Онлайн и оффлайн в работе современного риэлтора. Эффективная коммуникация в новом мире. Мессенджеры, соцсети, телефон, зум, оффлайн, текст, аудио, видео. Красивая обертка или деловой этикет. Онлайн-репрезентация риэлтора. Незаменимый никаким AI риэлтор. Главный навык риэлтора. Спойлер. Работа с ценой. Кажется, мы сегодня об этом поговорили. Ну, в общем, можно подробнее в эту тему нырнуть. Дальше. Куда все идет? Заглядываем в будущее риэлторского дела. Я фанат разговоров о будущем и к чему нам уже сейчас готовиться. Ну и шестое. Моя любимая часть – практикум. Игры, тренинг, кейсы, разборы. Этого, извини, в онлайне не сделаешь. Попытки мои играть в онлайне в игры выглядят позорно. Ты участвовал в этой игре. Поэтому я всегда жду встречи с живой аудиторией, чтобы нам вместе с равными мне, а может даже с превосходящими меня, типа Александра Чернокольского, по профессионализму и взгляду на отрасль, поиграть в какие-то игры, потренировать какие-то навыки. Вживую, знаешь, вот прям по-настоящему. Полный контакт. Я понимаю, что это не мастер-класс двухчасовой, что мы там выключим диктофоны, там не будет никаких камер, и мы прям вот в полную силу обменяемся и опытом, и энергией, и мастерством. Я на это заряжаюсь так. И очень жду очень профессиональных участников. Я там азами заниматься не буду. Стажеры, приходите. Если придете, это будет для вас взгляд в будущее, которое вас ждет лет через 10. Не знаю, Сергей, ответил я на твой вопрос? Да, да, да. Коллеги, ну что ж, мне от себя остается добавить, что всех ждем на высших брокерских курсах. Напомню, что они пройдут в рамках Сочинского конгресса. И для всех участников мы обычно скидки именно на курсы эти не делаем. Вот, собственно говоря, по сути, сегодня мы только запустили регистрацию. И для всех участников делаем специальную скидку в размере 5%. О том, как ее получить, есть информация в чате. Так, коллеги, ну что ж, вопросов я пока в чате не вижу. Тогда, наверное, будем завершать наше мероприятие. Уже прошло практически два часа. Друзья мои, ну что ж, спасибо вам большое. Жень, спасибо за отличное выступление. Всех еще раз хочу пригласить на Сочинский Всероссийский жилищный конгресс. Сергей, прости меня, что я на секундочку перебью тебя. Я не буду больше называть вслух фамилию моего нового любимого нотариуса московского, но я реально впечатлен. Я никогда не видел, что это так работает, что ВЖК уже превращается в какую-то секту, но Всероссийскую на 10 тысяч человек. Потому что мы сегодня работали с контрагентом, риэлтором Ольгой и Серпухова, но мы когда все дела доделали, мы начали просто за жизнь говорить. Знаешь, что мы половину обсуждали? Мы обсуждали, кто на каком ВЖК был и кому какой доклад больше запомнился. То есть это уже какой-то отраслевой стандарт, что нельзя быть на ВЖК и нельзя не набрать там каких-то впечатлений. Поэтому, коллеги, прям просто призываю, я вот сейчас закончу семинар и пойду покупать билеты в ближайшую гостиницу. Меня уже ангажировали, а гостиница еще не куплена. Поторопитесь, места в гостинице заканчиваются очень быстро. И купите, в конце концов, билет на ВЖК, там увидимся. Все, Сергей, заканчивай свою рекламу. Спасибо большое. Ты за меня все сказал, по сути. Коллеги, ну что ж, остается мне добавить, что действительно всех ждем на Конгрессе. Пройдет он с 15 по 19 апреля. Для всех вас действует сейчас скидка в размере 50% на участие в Конгрессе по пакету номер 6. Давайте еще раз в завершении посмотрим небольшой видеоролик о мероприятии. Следующий вебинар будет уже через неделю. Мы его обязательно анонсируем. А я с вами прощаюсь. И до новых встреч в эфире. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнали Симон!